Приветствую всех на своем канале. Я Дов. Сегодня у меня Xperia Z, которую я уже снимал полгода назад. Я решил переснять видео, потому что то видео, которое я снимал первый раз, оно вышло ужасным. Много замечаний было. Со многим я согласен. Давайте я его пересниму, покажу как правильно делается без ошибок. Вот так вот выглядит новый тачскрин с дисплеем, проклеенный, точнее защищенный пластиком, защитным шлейфом. Здесь также у нас разъем тачскрина. Вот он пристегивается к шлейфу дисплея. Обратите внимание, когда будете проверять. Включаем телефон. Видите, да? Тач не работает. Длинная трещина. Вот здесь скол. Длинная трещина вдоль экрана. Матрица повреждена. Тач не работает. Замена 105 евро стоит на сегодняшний день данного дисплейного модуля для самой первой из этой. Итак, нагреваем крышку. Сильно не увлекайтесь, потому что крышка пластиковая. Греем при температуре 200 градусов. Сразу хочу сказать, что после замены данного дисплейного модуля телефон теряет герметичность. Соответственно, об этом клиент был предупрежден. Герметичность можно сохранить, если заказать герметичный скотч для крышки и для дисплейного модуля. Вот это стоит у нас дополнительных денег небольших, но клиент не захотел, поэтому собирать телефон будем обычным скотчем. Такой вот металлической лопаткой подеваем аккуратно, снимаем заднюю крышку по периметру. Перед постановкой дисплейного модуля давайте сразу его проверим. Соединим батарею. Обязательно подключите разъем тачскрин к шлейфу дисплея. Подсоединяем модуль для проверки. Убедите еще раз, что коннектор тачскрина включен, подключен точнее, потому что он часто отключается ввиду того, что он маленький. Так, включили телефон. Не стал я удалять первое видео с этим смартфоном, потому что было очень много просмотров. Вот. Поэтому мы не стали удалять, оставили его. Итак, ждем загрузки дисплея телефона. Вот он тот самый скотч видите, да, герметичный, который можно заказать отдельно, проклеить полностью крышку и дисплей. Тач реагирует, графический код реагирует. Давайте попробуем экстрене вызов. Все работает, видите, да. Нижние кнопки обязательно проверьте вот эти вот, потому что чаще всего они не работают. Неисправно на дисплейном модуле. Отключаем телефон теперь уже. Ждем пока он полностью выключится. Отключаем дисплейный модуль. Далее снимаем, включаем разъем батареи обязательно. Снимаем шлейф, откручиваем нижнюю болтик, который держит вот этот вот нижний модуль, в котором находится его развонок. Нижний динамик. Итак, снимаем батарею. Снять ее достаточно сложно, потому что она очень крепко приклеена к корпусу. Старайтесь не повредить обшивку самой батареи. Таким вот образом, видите, да. Соединяем ее. Видите, да. Такая вот ерунда у нас получилась. Упрямляем, чтобы не было неровностей. Вот видите, на этот скотч была посажена у нас батарея. Вот так. Отклеиваем шлейф дисплея. Далее подсоединяем нижний модуль таким вот шипателем. Обратите внимание, с какой стороны я это все делаю. Покажу поближе. С этой стороны приподнимаем. Соединяем модуль. Будьте аккуратны. Здесь у нас находится коаксиальный кабель. Вот он. Видите, который присоединен вот к этой маленькой антенной плате. Вот таким вот образом мы его вытаскиваем. Видите, да. И оставляем в сторонке вот так, чтобы он не мешался. Модуль откладываем в сторону. Далее, друзья, еще один важный момент. Сейчас я вам покажу поближе. Видите, да. Это у нас шлейф микрофона, разъемы нижнего динамика. Все это дело нам нужно аккуратно отклеить. Вот об этом в прошлом, в первом видео я вам не рассказывал. Это на самом деле очень важный момент. Вот я сейчас отстяну тач. Отклеиваем. Далее, смотрите, микрофон. Вот вы видите, вот этот микрофон очень легко повредить. Можно оторвать запросто вот этот вот шлейф. Поэтому аккуратно вот так приподнимите его. Вытащите вот так вот. И отклейте вот этот вот шлейф с разъемом нижнего динамика. Опять же, очень аккуратно, не повредите. Будьте внимательны вот с этим местом, которое тоже можем оторвать. Таким вот образом убираем его в сторону. Вот он у меня, видите. Убираем его в сторону пока, чтобы не мешался. Мы его отклеили для того, чтобы полностью освободить шлейф дисплей. Мы его освободили. Теперь можно приступать к съему самого нагрева стекла. Я грею при температуре 400 градусов. Греем по всему периметру. Чем-то будем повыше камеру. Основные места посадки это верхняя и нижняя. Здесь у нас больше всего скотча. Сбоку тоже, но боковые стороны так сильно не держат, как нижняя и верхняя. Поэтому греем по периметру, но обращаю внимание на верх и на низ. Нагрели. Я думаю достаточно. Давайте попробуем его соединить вот такой металлической лопаткой. Засовываем на низ. Соединяем верхнюю часть. С другой стороны тоже самое. Боковые стороны. Прогреем еще раз низ, который уже остыл. Вытаскиваем дисплейный модуль с разъемом. Убираем в сторону. Очищаем. Снимаем остатки герметичного скотча, которые у нас остались на каркасе. Я делаю такой вот заточенной металлической лопаткой. Очень удобно все снимается без остатков. Все готово. Наносим новый двусторонний скотч. Еще раз повторю. Еще раз повторюсь. Это обычный скотч. Ни в коем случае после проклейки таким скотчем не опускайте телефон в воду. Герметичность нарушена. Либо заказывайте герметичный. Как я уже говорил в самом начале. Герметичность нарушена. Герметичность нарушена. Герметичность нарушена. Герметичность нарушена. Отрезаем. Последняя сторона. Здесь у нас находится выход звука. Также здесь. Соответственно его не заклеивайте, потому что звук будет потерян если его заклеить. Укладываем, прижимаем к каркасу как следует. Ну вот как то так. Держаться будет всё нормально. Очень крепко держит. Даже при нагреве телефона ничего не отклеится, не упадёт. Единственное конечно остается вопрос герметичность одного смартфона. Очищаем поверхность. Отрезаем. 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 Отрезаем ристаем, подключение. Все готово. Оставляем проверены новые дисплейные модули. Смотрите чтобы не было защитного пластика. на посадочных местах. Снимаем, если есть транспортный. Вставляем разъем, натаскиваем с этой стороны. Обращаем внимание на отверстия здесь, которые находятся, и отверстия в шлейфе. Совмещаем их, чтобы быть уверенным тем, что шлейф вложим правильно. Здесь тоже самое, вот у нас отверстия есть, видите, тоже самое укладываем. Соединяем разъем. Вот он, разъем touch screen, о котором я говорил. Очень легко отстегивается, потому что коннектор очень маленький. Далее укладываем на свое место основной шлейф, микрофон, нижний модуль, виброзвонок. Кабель виброзвонка можно поднять наверх, чтобы он не мешался. Пристегиваем антенну обратно к нижнему модулю. Выкладываем левую сторону и вставляем полностью. Разъем виброзвонка. Соединяем, пристегиваем. Очень маленький, будьте аккуратны, очень хрупкий. Можно повредить его. Неудобно. Такая вот серая крышка стоит. Ставим ее на место. В принципе, все. Соединяем, пристегиваем батарею. Нижний модуль. Не забудьте прикрутить. Единственным болтом, который мы открутили для замени дисплейного модуля. Включаем. Нужно проверить еще раз. Ставим крышку обратно. При съеме крышки обычно повреждается вот этот скотч герметичный. В принципе, если хорошо прогреть, то можно его не повредить, снять. Вот видите, как у меня практически не поврежден. Перед тем, как поставить крышку обратно, лучше его прогреть. Так крышка будет крепче приклеена к каркасу. Итак, друзья, повторюсь, что герметичность нарушена. Ни в коем случае не опускайте в воду, либо заказывайте герметичный скотч и проклеите все заново. С вами был Dov. Только что мы поменяли с вами дисплейный модуль на Xperia Z, который я снимал полгода назад. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачного дня. До свидания.